Закон изменился, ушли в тень. Налоговики ищут нелегальных предпринимателей. Все было нормально, пока не подняли вот эти налоги. Завозится навоз, выгружается с улицы. Не покупать топливо и не тратиться на удобрения. Новая разработка поможет фермерам экономить и зарабатывать. Для человека, попавшего в трудную жизнь ситуацию, любая помощь, любое доброе слово, приятно. На улице Морозы, а погреться негде, как в Кирове помогает бездомным. 23 тысячи частных предпринимателей было зарегистрировано в Кирове еще год назад. Сейчас формально их стало значительно меньше. Кто-то на самом деле закрыл свой бизнес. Многие же стали работать без документов. Чтобы выявить последних, в городе регулярно проходят налоговые проверки. Почему многие предприниматели в прошлом году ушли в тень, узнавала Елена Чехомова. Римма Евгеньевна возмущена и расстроена. Пришла нежданная налоговая проверка. А мастер стрижки и укладки уже давно формально не является индивидуальным предпринимателем. А значит, работать на себя не имеет права. Все было нормально, пока не подняли вот эти налоги, что у меня 8 пенсий в год у меня забирают за то, чтобы я пришла на работу и поработала. Я звонила в пенсионный. Я задавала этот вопрос, почему такие налоги. Возмущения моего не было ни предела. Там, когда юрист сказала, раз вы можете работать, вы обязаны платить налоги. Обычное дело, говорят налоговые инспекции. Налоги и пенсионные взносы – все в одну корзину. Кировчане их часто не различают. Так, за прошлый год ИП закрыли рекордное количество. 5,5 тысяч человек только в нашем городе. Спросить, почему, инспекторы уверены, те скажут – налоги высокие. А речь на самом деле идет о так называемом фиксированном платеже в пенсионный фонд. Здесь говорят, он формирует будущую пенсию предпринимателя. Фиксированный страховой платеж для людей, работающих на себя, был изначально с 2002 года. А вот размер его менялся. К примеру, 12 лет назад он составлял меньше 2000 рублей. Затем постепенно рос, а в 2013 году резко повысился до 35 тысяч рублей с одного предпринимателя в год. Частники из-за этого весь год писали обращения. А многие как раз закрыли ИП вовсе. Результат жалоб есть. В 2014 году платеж стал меньше в два раза. Эта сумма будет следующим образом рассчитываться. Исходя из одного минимального размера оплаты труда, тем предпринимателям, у кого доход в течение года будет не превышать 300 тысяч рублей. Эта сумма будет 17 тысяч 328 рублей 48 копеек. Так что дело не в налогах, повторяют инспекторы. Открыл ИП, обязан платить взносы в пенсионный фонд. И для тех, кто разобрался, где вложение в пенсию, а где налоги. И для тех, кто по-прежнему считает, что все выплаты едины. В налоговой инспекции напоминают. Контролируют всех ингибиодальных предпринимателей, которые снялись с учета. То есть проводится анализ, осуществляет ли он предпринимательскую деятельность и уже идут по факту, зная, что данное физическое лицо снялось с учета, но не встало на учет как частный предприниматель. Налоговые проверки планируют проводить несколько раз в неделю, до тех пор, пока не будет пройден весь список бывших предпринимателей. Елена Чехомова, Николай Шахарбеев, Александр Брызгалов. Бюро новостей Дайвича. С 1 января все инвалиды Кировской области, проживающие в частных домах, будут получать ежемесячную социальную выплату из областного бюджета в размере 106 рублей 60 копеек. Раньше на нее могли рассчитывать только те инвалиды, у кого пенсия не превышала 5500 рублей. С января эта граница отменена, соответственно, и на выплату могут рассчитывать все, без исключения инвалиды, проживающие в частном жилом фонде, независимо от размера их пенсии. Таких в области 80 тысяч человек. Узнав о пособии, люди отправились оформлять необходимые документы в управление соцзащиты. Дмитрий Житарчук о том, что в итоге вышло. Больше получаса на морозе до открытия этого отделения соцзащиты на Октябрьском проспекте. И еще где-то час стоят инвалиды в очереди в коридорах заведения до заветного окна. И все для того, чтобы услышать. 106 рублей с 01.02.2014 года. До недавнего времени эту ежемесячную социальную выплату получали инвалиды при двух условиях. Проживают они в своем доме, а пенсия не больше 5500 рублей. Таких во всей области было не более 3000 человек. С нового года правила изменились. Второе условие исчезло. Рассчитывать на выплату можно теперь независимо от размера пенсии. И здесь речь идет уже не о трех, а о 80 тысячах инвалидов. В органах соцзащиты уже несколько недель не протолкнуться. Те, кому выплата не предоставлялась раньше, стараются быстрее оформить документы. Обстановка нервозная. Многие ссылаются на недостаток информации. Когда, куда идти и какие документы брать. А тут требуют доверенность нотариусы. Ну, ты на каждом, может, 50 жителей требуют. Смотри. Галине Самыловой на костылях пришлось добираться сюда с другого конца города. Устала. В том числе и ждать свою очередь. Повезло еще, что была свободная скамейка. Не понимает одного. Все ее данные и в пенсионном фонде, и в органах соцзащиты уже есть. Зачем заново все оформлять? Причем инвалиду лично. Я считаю, что это как-то надо было централизовать. И не гонять людей. Все же инвалиды, все с тросточками, с палочками. Есть в возрасте люди. Как бы непродуманно, я считаю, что это все сделано. Ну, а вот стоит того, чтобы там за этой суммой, вроде, небольшая стоять, считать? Вы знаете, наверное, стоит, потому что пенсии очень маленькие. Видите как? Конец месяца люди потеряют месячную льготу. И таких людей, знаете, сколько? А люди стояли на морозе. Подобные претензии в департаменте соцразвития принимают. И, кстати, подтверждают, выплаты действительно будут начисляться только через месяц после ее оформления. Оформил в январе, получишь в марте за февраль. Грубо говоря, январскую выплату те, кто оформляет ее заново сейчас, не получат. Хотя январские 106 рублей для десятков тысяч новых получателей были заложены в бюджете. Принимать документы в декабре месяце я не имел там правовых оснований, да, когда было принято, когда была отклонена поправка о переносе закона на 1 января 2015 года. Не имел права, поскольку закон еще в силу-то свою законную не вступил. Деньги-то заложены, то есть если человек пришел в марте, он получит в апреле, а за январь, февраль, нужно ли как-то рассчитывать? Вы знаете, здесь нет единой практики ни в субъектах Российской Федерации, ни, собственно, на федеральном уровне. Остается инвалидам только поторопиться. Специалисты департамента дают себе еще полтора месяца, чтобы успеть поставить на учет всех инвалидов. На данный момент осталось еще 50 тысяч человек. Таким образом, вероятность того, что и февральскую выплату кто-то не получит, также сохраняется. Впрочем, соцработники работают сегодня в авральном режиме. На работу выведены дополнительные специалисты. В Кирове подать документы можно в четырех местах. На Октябрьском проспекте 105, на Карла Маркса 54, Воровского 79 и в Нововязке по адресу Клубная 19. Ежедневно с 8 до 5 вечера. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Дайвич. Изменится ли размер пенсии? Как она теперь будет начисляться? И какие документы необходимо предоставить в пенсионный фонд? Эти и другие вопросы обсуждали сегодня жители города, сотрудники пенсионного фонда и представители власти. Встречу организовал депутат Кировской городской думы Владимир Садаков. Таким образом, он решил помочь кировчанам разобраться в новшествах пенсионной реформы, которая вступит в силу в 2015 году. Подробности прямо сейчас. Поговорить об изменениях в пенсионной реформе собрался полный зал. Сергей Плюснин, помощник депутата Кировской городской думы Владимира Садакова, по чьей инициативе была организована эта встреча, взял начальное слово. После чего кировчане смогли задать интересующие их вопросы специалистам пенсионного фонда. Будет ли пенсионерам работающим перечисление на будущий год? Мы как работаем, годовые. Будут они, не будут? Сказали, вроде не будет. И узнаем. Потом люди выходят по вредности на пенсию. Ну, какая она будет? Многие не знают. Такие встречи со своими избирателями депутат проводит постоянно. Тематику собраний выбирают, исходя из обращений граждан. Говорят о том, что больше всего волнует. Для жителей эффективно то, что их волнующие вопросы, они получили аргументированные ответы. А для депутатов эффективность заключается в том, что он ни одного человека, ни двух услышал проблему от большого количества избирателей. После встречи собравшимся пояснили. Если у горожан будут появляться вопросы или предложения, они могут обратиться с ними в приемную депутата по своему округу. В области появилось предприятие с безотходным производством. В селе Истабенск временно исполняющему обязанности губернатора Никите Белых презентовали биореактор. Установка перерабатывает органические отходы с фермы, проще говоря, навоз. В итоге получается удобрение и биогаз. Используются они тут же на сельхозпредприятии. О пользе безотходного производства сюжет Анны Мамаевой. Завозится навоз, выгружается с улицы трактором и помещается в первую приемную емкость. Всего специализированных емкостей три. Процесс переработки занимает 10 дней. В итоге из одного органического вещества навоза получаются сразу два полезных продукта – биологический газ и удобрение. Биодобавка полезна не только для почвы, но и для бюджета фермы. Оно содержит большую концентрацию азота, фосфора, калия, которые можно сразу же вносить на поля и уже не нужно будет покупать дополнительно эти минеральные удобрения. Но и на покупку газа не надо тратиться. Пока полученным биотопливом отапливают помещение, где находится реактор. Но в дальнейшем планируют обогревать все остальные здания, включая коровники. Кроме того, когда реактор усовершенствует, и он начнет работать в полную силу, решаться на ферме и экологические проблемы. Например, избыток органических отходов. Навоз у нас образуется по-любому от этих животных. И требования к хранению вот этого навоза, который там тоже такие серьезные. Он лежит, значит, не обеззараженный на площадках для хранения. Площадкам хранения должны предъявляются тоже определенные очень серьезные требования. Значит, от этого мы тоже уходим. В проект разработчики вложили 6 миллионов рублей. Установка должна окупиться через 2,5 года. Пока в области функционируют всего два таких биореактора. Здесь, в Истабенске и Вятских полянах. В планах запустить еще сотню таких установок по всей области. Они будут перерабатывать отходы не только с ферм крупного рогатого скота, но и с птицефабрик, свиноферм и даже предприятий лесной промышленности. Свои услуги «Новатор» готовы предложить и другим сельхозпроизводителям. А представители правительства области, вдохновившись увиденным, уже согласились им помочь. Анна Мамаева, Александр Прызгалов, Бюро новостей, Дайвича. В национальном календаре профилактических прививок к уже существующим 12 прибавится еще одна против ветряной оспы. Такие меры профилактики планирует ввести Минздрав в Россию уже в следующем году. Ситуацию с заболеваемостью в Киевской области обсудили сегодня представители всех федеральных структур на совещании у главного федерального инспектора. В целом, прошлый 2013 год был под контролем эпидемиологов. Не было осложнений в виде опасных или массовых заболеваний. Удалось предотвратить эпидемию вирусного гепатита А. Проблемы были только с простудой и ветряной оспой, вспышки которых наблюдали среди детей. Эти инфекции передаются воздушно-капельным путем. Распространение инфекции в детских организациях способствует условия деятельности объектов с нарушениями противоэпидемического режима. Несвоевременное выявление изоляции инфекционных больных, текущее нарушение уборки, отсутствие эффективной дезинфекции, нарушение правил мытья кухонной и столовой посуды, технологии приготовления, правил хранения и реализации пищевых продуктов. Директору Кировской ипотечной корпорации Сергею Рылову предъявлено обвинение в коррупции. Напомню, вчера утром он был задержан на улице Менделеева бойцами отряда быстрого реагирования. По версии следствия, в 2012-м Рылов незаконно получил от жильца аварийного дома, который подлежит сносу, почти 400 тысяч рублей. За то, что ему предоставят квартиру большей площади, чем полагалось в этом случае по закону. Сегодня по этому делу прошел суд. В итоге было принято решение арестовать Сергея Рылова на два месяца. Все это время он пробудет в следственном изоляторе. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Киров станет центром геоинформационных технологий. На днях в областном правительстве был подписан договор о создании первого в России геоинформационного офиса Гео Киров. Он объединит предприятия в сфере космических и геоинформационных технологий, продуктов и услуг. Своего рода осколково, только местного масштаба. По мнению членов правительства, центр объединит представителей высокотехнологичных отраслей страны в единый научно-производственный комплекс, а также повысит кадровый потенциал региона в этих сферах. Тем временем промышленное производство в прошлом году в Кировской области упало на 1,3%. В 2013 снижение наблюдалось в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в производстве готовых металлических изделий, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, в металлургическом производстве, а также в производстве пищевых продуктов и обработке древесины. К примеру, производство водки сократилось на 35%, домашние птицы – на 45%. Должники по коммунальным услугам не смогут продать квартиру. В настоящее время правительство Российской Федерации рассматривает законопроект, меняющий порядок оплаты счетов за ЖКХ. Планируется переход на авансовую систему платежей за коммунальные услуги. Те, кто платит вовремя, получат скидки, а для неплательщиков размер пени за долги может вырасти почти вдвое. Помимо этого, должники также не смогут продать свою квартиру. Тем временем только за воду кировские управляющие компании из-за неплательщиков задолжали поставщику ресурса более 200 миллионов рублей. Как помогает бездомным людям, животным в холодае, почему кировские спортсмены теперь будут быстрее плавать, расскажем вторую часть нашего выпуска сразу после рекламы. Она будет короткой, не переключайтесь. Это, Давича, продолжаем выпуск. Сильные морозы стали настоящим испытанием для многих обитателей нашего города. Люди, звери и птицы буквально замерзают на улицах, потому что им некуда пойти. В то время как, например, в набережных Челнах было принято постановление, согласно которому управляющие организации не должны закрывать решетками одно из окон подвального помещения в многоквартирных домах. Таким образом, животные легко попадают в подвал и спасаются от холодов, а заодно и уничтожают грызунов. Как в нашем городе зимуют те, кому негде спрятаться от суровых морозов, в репортаже Екатерины Зубаревой. Тем, кому некуда пойти, находят свой временный приют здесь. С наступлением холодов в нашей области начинают работать пункты обогрева для лиц без определенного места жительства. Здесь нуждающимся предоставляют теплые вещи, хлеб и чай. Для Олега Камалицына это место практически единственное убежище, где можно согреться и перекусить. Человек не попьет, допустим, он на улице жрет, ну там бабушка может даст печенье, там хлеб. Что, не будет холодную выпить? Ну тут, возможно, пришел бы, сидел бы, погрелся. Я так считаю, такого нужно делать всегда. Всего в Кировской области открыт 31 пункт обогрева. Только в одно такое убежище для бродяг в Кировском комплексном социальном центре за помощью обратились больше 20 человек. Для человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, любая помощь, любое, даже доброе слово, ему, как говорится, приятно, а оказание какой-то помощи, это ему уже большая польза. Не только люди страдают от суровых морозов. Для бездомных животных зима – время борьбы за выживание. Кошкам и собакам приходится прятаться в тепловых коллекторах, подъездах, подвалах и в заброшенных домах. Четыре года назад Ирина Максимова не смогла пройти мимо замерзающей собаки. С тех пор в ее доме временный приют для бездомных животных. Однако таких добровольцев, которые хотя бы на время холодов впускают к себе четвероногих, не так много. Люди боятся, они боятся брать животных в дом. Они думают, что это какая-то зараза, что это там, они грязные какие-то. Но на самом деле вот, вот это такие же животные. Они тоже хотят любви и заботы. В этом году отрицательные температуры не пощадили даже птиц. Утки, которые остались зимовать у диорамы, не только замерзают, но и голодают. Обычно кировчане подкармливают их, гуляя по парку. Но в холода у пруда безлюдно. Сегодня в городе немного потеплело. И если верить синоптикам, сильные морозы отступили. Возможно, теперь те, кому нелегко далась эта зима, вздохнут с облегчением. Екатерина Зубарева, Сергей Лошкарев, Бюро Новостей Дайвича. В России появилась мода на каменный век. Из обыкновенных булыжников умельцы делают шкатулки, посуду и ножи. Камнерез-самоучка из Красноярского края – один из немногих в России, кто вытачивает клинки из натуральных камней – яшма и жадеита по своему собственному дизайну. Декоративные изделия известны на Украине, в Швеции, Израиле и даже в Америке. В каждом клинке Василия Прокоповича прослеживается авторский почерк. Для бывшего металлурга выточить нож из камня – пара пустяков. Главная задумка. Так я его обрабатываю. Вначале это самоклинок. Черновая заготовка – грубая обработка породы. Кстати, станок для обтачки каменных ножей Василий Прокопович собрал сам. Предусмотрел все до мелочей. К примеру, чтобы каменная пыль не мешала творить, в машину подается вода. Эскизов мастер каменных дел не признает. Внутренний рисунок камня сам подсказывает, что получится в итоге. Иногда из булыжника, который мешается под ногами, получается эксклюзивная поделка. Все время проходил мимо одного места. И все время смотрел это сам я на камень. Вот он красивый. Это о том, о том. И это так в течение 10 лет. Ну, где-то так. Я проходил около этого камня. Ну, его о том самое... Все-таки, в конце концов, я его же выкопал. Ну, не выкопал, а это ключом подцепил. Так смотрю. Ну, здесь оно не очень. А когда перевернул, а там это лицо ловическое. Мастеру каменных дел приходилось работать и с драгоценными камнями, аметистами и сапфирами. Сегодня сувениры делает из местных камней – жадеиты и яшмы. Их добывают недалеко от села Сизая. С материалом проблем нет. От бывшей геологической партии остались запасы самоцветов. Последняя работа мастера – якутский нож. Причем на рукоять пошел мореный дуб – древесина, которой 3000 лет. Я своего ножа еще не сделал. То, что я сделал, это я сделал. Да, это мое, но и не мое тоже. То, что это мне... Если я изготовлю нож, который мне очень понравится, именно мне понравится, то это будет уже мой нож. Работы Василия Прокоповича известны не только в России, но и в Штатах. Авторские каменные произведения не раз участвовали на международных выставках. А некоторые творения из драгоценных металлов украшают коллекции шведских музеев. В бассейне Быстрица начался отбор сильнейших пловцов области. Из 250 человек будет сформирована команда, которая будет защищать честь Вятского края на региональных соревнованиях. Какие планы на будущее строят спортсмены и в чем сложность выступлений на воде нового бассейна олимпийских размеров, узнала Марина Крашенинникова. Кубок Кировской области по плаванию – отборочный старт на окружные соревнования. Поучаствовать здесь могут далеко не все спортсмены. Допускаются только пловцы, имеющие второй взрослый разряд и выше. Много кандидатов и мастеров спорта, а в планах и более высокие титулы. Это самый безопасный вид спорта. Тут я выкладываюсь на полную. Конечно, хочется на Олимпийские игры попасть, но пока цель – мастер спорта, а дальше больше. Установлены и новые рекорды. На 100 метрах вольным стилем среди мужчин самым быстрым стал кировчанин Артем Чуркин. Его время в новом олимпийском бассейне Быстрица лучшее. С самого детства мне этот стиль понравился плавание. И вот в 11 лет практически все им плаваю, как мой любимый способ. Мне главное, что сейчас не первое место было, а то, что я улучшил свой результат. На полную секунду на 100 метров это очень хорошо. Правда, время Артема лучшее только для 50-метрового бассейна. В Спартаке, где раньше проходили турниры, рекорды другие. На той же дистанции приходилось делать в два раза больше разворотов. Ребята, которые потяжелее, покрупнее, помощнее, они и отрабатывают помощнее повороты. Соответственно, их результат в 25 метрах будет повыше. А ребята, которые полегче, в 50-метровом им будет легче. То есть тут разница, конечно, большая. Зависит от комплекции человека, от того, в котором ты в бассейне тренируешься. Кстати, все серьезные старты проходят как раз в длинных бассейнах. И раньше без подготовки нашей сборной было очень трудно выступать на большой воде. Но в этот раз на первенство и чемпионат Приволжского федерального округа в Пензу ребята поедут, как говорится, во всеоружии. Марина Крашенинникова, Алексей Стахеев, Бюро новостей «Давича». До старта финала Кубка России по моногонкам на льду осталось меньше двух недель. Спустя семь лет Вецкополянский стадион «Электрон» вновь готовится принять спортсменов со всей страны. Сейчас площадку готовят к состязаниям. Чтобы мототрек соответствовал необходимым нормам, на подготовку льда организаторы уже израсходовали более 700 кубометров воды. Адако лед не единственное, что нужно подготовить для проведения соревнований. В ближайшее время по периметру стадиона установят звуковое оборудование. Благодаря ему в день состязания болельщики смогут услышать то, что говорит комментатор. Готовимся активно. И 8-9 февраля мы всех приглашаем зрителей поучаствовать в этом вновь возобновившемся мероприятии, как гонки по льду. И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. В студии работал Артем Панекаровских. Всего вам доброго. Генеральный партнер Бюро Новостей Давидовича – официальный дилер «Фольксваген ТСК Мотор». Благодарим за поддержку сеть магазинов «Кристалл Электро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова